Значит, опять однозначно аналитические функции. Я внушал вам, что многозначные функции и не функции, по крайней мере, не функции в обычном смысле слова. Уверен, что это просто некий набор, так сказать, совокупностепенных рядов, определенным образом связанных друг с другом, именно так, что от одного стипенного ряда, значит, предлагается по степеням z минус z1 в какой-то точке, а по другому ряду z минус z2 можно перейти по какой-то цепочке, где два перекрывающихся степенных ряда, соседних, так сказать, имеют перекрывающиеся области исходимости, и в этой области общей части области исходимости их суммы совпадают. Это поверь в штраф. А по риману функция, это обычная многозначная функция, это обычная функция, только она задана не на плоскости или не в области на плоскости, а на некой римановой поверхности. Эта поверхность как бы расположена над этой плоскостью и проектируется на нее. В одну и ту же самую точку проектируется несколько точек римановой поверхности, А поэтому и получается, что данные точки плоскости соответствуют несколько значений. Ну вот вернемся к примеру, который я приводил. Корень z плюс корень z равно 2 корня z. У нас там получалось... Мы сперва пробовали корень понимать как многозначную функцию в буквальном смысле слова, который точке, скажем, 1 сопоставляет числа 1 и минус 1. И тогда вышла ерунда, что корень z плюс корень z это было уже 3 числа, 2, 0, минус 2. А дважды корень z это было только 2 числа, 2 и минус 2. А теперь посмотрим с точки зрения римновой поверхности. Вот есть точка римновой поверхности, там у корня есть два значения. Там есть только одно значение. На данной точке z лежит как бы одна точка римновой поверхности. Там значение корня равна единице и другая точка римновой поверхности. Там значение корня равно минус единице. Теперь когда я складываю, я, естественно, складываю не значение функции в этой точке со значением совсем в другой точке, а складываю со значением в той же самой точке. Получается, значит, 1 плюс 1 в одной точке и минус 1 плюс минус 1 в другой точке. 2 и минус 2. И когда он на жаре, естественно, то же самое и получает. Значит, получается, что все так и обстоит хорошо, как оно и должно быть. Но точка зрения Риммана требует, естественно, некоторых разговоров. Во-первых, надо все это объяснить, что такое Римманова поверхность, как это дело понимать. А во-вторых, доказать, что действительно такая поверхность существует. Когда дается общее определение Риммановой поверхности, главная неприятность состоит в том, что это, конечно, должен быть такой объект, где должно быть понятие непрерывности. Значит, что такое непрерывная функция, что такое предельные точки и так далее. Опыт показал, что для того, чтобы говорить о непрерывности функции, о пределах и тому подобном, лучше всего исходить из понятия открытого множества. Значит, вот откуда-то, значит, Римманова поверхность, это будет некое множество. И в этом множестве каким-то образом объяснено, какие подножства данного множества называются открытыми. И при этом должны выполняться определенные свойства. Ну, само множество большое, объехающее и пустое множество открытые. Объединение любого числа открытых множеств открытых, и течение конечного числа открытых множеств открытых. Не надо этого запоминать. Я этим пользоваться не буду. Но вот такой объект, которым выделил некоторый глаз подножеств, называемых открытыми, и выполняют все эти мои свойства, которые я перечислен, называют топологическим пространством. И вот топологические пространства, это та арена, на которой на сегодняшний день наилучшим образом можно говорить о понятиях типов изделий, неправильности и так далее. Ссори по себе те свойства, которые я перечислил, объединение, пересечение, они чуть не сложнее, чем, скажем, определение метрического пространства. Метрическая пространство это что такое? Для любых двух точек опредена функция, которое я называю от двух х и у, значит, некоторое число неотрицательное, ρ от x и у, которое называется расстоянием, и выполняются условия. Когда ρ от x и x раз в нулю, во всех остальных случаях это величина положительная, ρ от x и у разного ρ от y до x, и неравенство треугольника. ρ от x и у меньше рано, чем ρ от x и у, то есть ρ от z и у. Ну, это ничуть не проще, чем определение топологического пространства. Но, когда я говорю, что у меня есть функция ρ от x и у от двух точек, это что-то такое конкретное, во многих конкретных случаях это просто пишется явной формулой. А когда я говорю об открытых множествах, это что-то такое, что каким-то образом определяется, естественно, представив себе плоскость. Невозможно уже предъявить список всех открытых подможек плоскости, их плитывая обычно. Значит, каким-то образом, это вот эти самые объекты, с которыми мы имеем дело открытые множественные количества, там каким-то образом вообще, неизвестно каким, должны быть определены. Причем это в разных случаях, конечно, делается по-разному. Таким образом, вот сам-то исходный материал, с которым, существование которого мы паскулируем, он, конечно, появляется более сложным образом всегда, чем просто расстояние. А сами свойства этого материала, то есть свойства совокупности открытых множеств, они, конечно, ничего у них особенно сложного нет. Обращаться к этому понятию топологического пространства нужно, бывает, тогда, когда мы хотим рассматривать, ну, во-первых, бывают какие-то топологические пространства, которые достаточно сложные объекты, ни в какое-либо пространство не вмещаются, и так далее. Но чаще, по крайней мере, на первых порах, приходится иметь дело с топологическими пространствами, в которых, в общем-то, ничего такого сверхъестественного нет, и они могут быть реализованы как подможество обычного эвклидового пространства. Если они реализованы как подможество эвклидового пространства, вся эта общая наука становится в какой-то степени излишней в эвклидовом пространстве. Мы, конечно, знаем открытым подможеством, там надо считать то, что я называл раньше относительно открытое множество пересечения этого моего множества рассматриваемого с открытыми подможенными видового пространства даже и без этого там прекрасно все знают что такое предел что такое неправильная функция что такое замкнутое множество и так далее значит получается что вся это общие понятия ни к чему не нужны но с какого-то момента к ним все-таки приходится обращаться и вот почему если я хочу чтобы все о чем я говорю у меня было поводствием пространстве тогда конечно все вот эти понятия связанные с неправильностью у меня уже есть автоматически из гораздо более элементарных вещей это обычно в курсе анализа где в самом начале бывает по другой стороны тогда всегда чтобы я не делал когда что-то такое конструирую я должен от засунуть тут предел пространство я должен проверить что те свойства которые меня интересуют что они не зависит от того как этот мой объект будет расположен в кредовом пространстве на первых парах то более-менее очевидно и небольшая потеря времени от этого возникает но сами понимаете чем дальше в лесках больше дробь в конце концов это становится обременительным и тогда уже оказывается целесообразным обратиться к общим понятиям которые ни с какими кредовыми пространствами не связаны хотя бы в этот момент мы бы еще не добрались ни до каких таких объектов которые в кредовом пространстве засунуть невозможно можно их туда вложить но только себе даже вот это я произнес такую длинную речь об взаимоотношениях между более абстрактными и более конкретными и так значит риманова поверхность частный случай общего понятия которое есть математики называется многообразие я не знаю честно говоря чему сейчас учат ну а вольт всегда начинается ясли перечисления где учат ясли мы оставим в стороне но вот скажем студенты первого курса это слово слышали многообразие или нет а а в независимой университете много чего раз слушаешься а так в других местах ну по-видимому не слышали сперва под многообразие эвклидово пространство что это такое но это обобщение понятия кривой поверхности и такое двумерное там расположено расположено может быть как-то очень сложно мог вот у каждой точки этой поверхности есть на этой поверхности такая окрестность что в пределах этой окрестности маленький кусочек поверхности устроен очень просто в окрестности этой точки значит что делается в окрестности одной точки тут можно сказать по разному общее определение таково что в окрестности этой точки можно ввести такие как говорят локальные координаты статус у 1 и 2 значит они определены в некоторые окрестности этой точки в нашем множестве а это значит пересечения этого пространство и вот эти два числа у 1 и 2 они отображают нашу окрестность куда отображать два числа это получаем точку R2 так вот они гомеоносно отображают эту как говорят координатную окрестность у в некоторую область пространстве у 2 давайте это обозначить изображение двумя блоками и тут получается у маленькая от у больших и может случиться что это координатная окрестность пересекается с другой координатной окрестностью V которые заданы на другие два числа V1 V2 и они тоже отображают вокруг белого пространства V2 вот они пересекаются и тазоштрихованная область значит U она отображается в R2 и с помощью отображения U ограниченного на это пересечение вот такой значок вертикальная черта означает что у меня в данном случае это функция от двух переменных определенная на U а я ее рассматриваю на подножечке таком так она отображается ну и получается U от пересечения V и другим способом отображается получается V а отображение как я сказал гомеоморфизм значит оно взаимно однозначное и вот это пересечение вот оно вот допустим вот здесь так вот вы видите его образы то это отображение я могу пройти отсюда отсюда U-1 и обратно значит V а подробнее V которую я рассматриваю только на все условия как говорят композиция этого отображения отображения U и V минус 1 это отображение чего куда это отображение образа пересечения координатных крестностей наверху тот самый образ пересечения координатных крестностей внизу и раз у нас было сказано что это гомеоморфизм то уже яркость и это отображение тоже будет гомеоморфизм только вот условия дополнительные чего еще нет что это отображение является гладким то есть непрерывно дифференцирует тогда говорят что у нас гладкое отображение а можно потребовать от этого отображения чего-нибудь побольше например вот у нас все и комплексные если я скажу что U это не пара а что это есть комплексное число точно так же V это комплексное число то когда здесь у меня получается отображение уже оно так же называется переходные пункты это переход от одних координат других то это уже будет отображение от каких-то комплексных числов комплексные числа заданные в некоторой области так вот это отображение должно быть аналитик голоморф значит еще раз гладкая поверхность в эксплитовом пространстве это что такое это во-первых подможество эксплитового пространства так-то я приспокойненько могу говорить о том что там что-то непрерывно пределы существуют и так далее во-вторых в этом это подможество снабжено системой как говорят карт ну как в географии совокупность карт называется атласом так имеется атлас что такое атлас атлас это совокупность карт что такое карта карта это вот что такое Это некоторая область поверхности, но область может быть открытая, возможно, не обязательно связанная, тут я несколько небрежно говорю область, но они называются координатными областями или координатными окрестностями. И в этих координатных областях заданы так называемые локальные координаты. А локальные координаты просто в соответствующую координатную окрестность гомеоморфным образом отображают, то есть взаимно однозначным, взаимно неправимым образом, на некоторое открытое подможенство эвклидового пространства, двумерного в данном случае. И если у нас, кроме того, если две координатные окрестности, отвечающие двум картам, пересекаются, то возникает переход от одних локальных координат к другим, функция перехода координатных преобразований. И требуется, чтобы они были бы гладкими функциями, чтобы их крыльно дифференцировать. Можно выяснить, что такое гломостный для случаев двух переменных? Нет, у нас одна переменная U равно U1 и U2, и V равно V1 и V2. Это одна комплекция. Одно комплексное число, ему сопоставляется другое комплексное число. Но пока я говорю о поверхностях обычных, значит требуется, чтобы это отображение, которое является взаимно однозначным и взаимно неправимым, это я уже сказал, чтобы оно было бы гладким, то есть неправимно дифференцированным. Тогда говорят, что у нас есть многообразие класса C. Простите, еще немножко я не договорил, но это требует, чтобы оно было бы дифференцировано. И вот кроме того, вот у нас здесь есть точка Х, которая имеет координаты U1 и U2. Но эту точку можно обозначить, она же есть прообраз. И вот эта точка уже эвакцированного конструкции, которая зависит от этих координат U1 и U2, она подразумевает, что она в классе дифференцированного округа зависит от этих координат U1 и U2. И, наконец, что тут есть некоторая такая вот невыносность, дело в том, что угодно. Эта точка, но она имеет три координаты, U, U, Z. Вот можно образовать такую матрицу частных производных. U1, U2, U1, U2, U1, U1, U2, U1, U2, U1, U2, U2, U1, U2. Говорят, ранг, но пишется RK, там, как вы пишете, термин английский французский, как вы пишете ранг. Так он был бы равен 2. Но это означает просто, что строчки этой матрицы непропорциональны все друг другу. Или это оказывается эквивалентно, но это неочевидно, что эквивалентно. Толпцы непропорциональны друг другу. Или еще, что есть определитель в этой матрице, можно выделить определитель второго порядка, который отличен от нуля. Это три эквивалента в условии. Это не эквивалентно, где-то в самом начале первого пункта. Ну вот я все сказал. Это осталось одно условие. Мы хотим, чтобы, если три окрестности пересекать в одной точке, мы должны бы отрезать, что функция перехода. Я же сказал. На самом деле, так по-честному, я мог бы не требовать, что функции перехода были гладкие, потому что можно вытянуть вот из этого условия рангов, что это будет так. Но я не случайно сделал упор на это первое условие. Дело в том, что представьте себе теперь, что у меня есть не поверхность в эсклидовом пространстве, а просто некая топологическая пространство. То есть есть некое множество. И каким-то волшебством я знаю, что вот одни подможества в этом множестве называются открытыми, а другие не называются открытыми. И представьте себе, что задан адлас. А это дословно так же, как я говорил. Система карта. Каждая карта это некоторые координатные окрестности координаты, которые там заданы. То есть это некое открытое подможество. Я предполагаю, что я откуда-то знаю, что такое открытое подможество. И там две функции. Эти две функции устанавливают гомеоморфизм между этим открытым множеством и некоторым открытым множеством в эсклидовом пространстве. И эти карты, как говорят, согласованы друг с другом в том смысле, что вот там, где две карты, две две координатные окрестности пересекаются, там переход от одних локальных координат к другим локальным координатам является гладким. А никакому в эсклидовом пространстве это априори у меня не лежит. Так вот тогда, как оказывается, тогда, простите, говорят, что вот то, что мне дано, то есть топологическое пространство плюс еще этот гладкий адлас, что это есть гладкая многообразие. Есть теорема, что каждое гладкое многообразие можно гладко вложить у склидового пространства. Гладко вложить это вот значит, что вот построить такие, значит, в каждой точке моего абстрактового многообразия будет сопоставлена некая точка склидового пространства. И в эсклидовом пространстве тот образ моего многообразия взаимно однозначно вместе с этими координатами, это уже будет гладкое от многообразия в том смысле, как я сказал сперва. И значит, априори, можно так сказать, что незачем мне было вводить понятие гладкого многообразия абстрактов, а мог бы иметь дело с гладким под многообразием эсклидового пространства. Но это не всегда удобно. Ну хорошо, а определение, как вы понимаете, не очень сильно изменится, если бы я хотел определить камерное многообразие. Там, конечно, не одна должна быть локальная координата, а к локальным координатам. Значит, не в плоскость будут изображения, не у1, у2, а у1, у2 и так далее, ук. Это не в плоскость будет изображение, а в рта. А так все дословно перепродировано. Могу даже и не повторять. Камерное многообразие. Оно тоже вкладывается в пространство. Какой размерности? 2К. Можно положить, это не очень просто и совсем просто, но, увы, нет времени, как водится. Значит, 2К плюс 1 сюда вкладывается. Вот. Ну хорошо, но нас интересует немножко другая ситуация. У нас будет по-прежнему поверхность. Значит, всего две координаты, у1 и у2, но будет, как говорят, дополнительная структура. Вот эти у1 и у2 мы будем рассматривать не как два вещественных числа, а как одно комплексное. У1 плюс и у2. Ну и В, соответственно. И, значит, отображение из У в В у меня будет уже надо рассматривать как функцию комплексного переменного. И вот я буду требовать вот предъявления римной поверхности, чтобы это отображение всегда было бы голоморфным. Ну, раз это все голоморфы в обратную строку, значит, тоже, потому что в таком порядке ответственности берутся это дело вкуса. Значит, оно не просто голоморфное, это, как говорят, голоморфный зомиоморфизм. Одной области, вернее, одного открытого потоншества в комплексной плоскости в другом. Вот это называется римной поверхностью. Можно было бы сказать так, что вот если я имею дело с многообразием, то не могу ли я, имея атлас, имея локальные координаты, восстановить, так сказать, свойства непрерывности по одним этим вот системе согласованных локальных координат. И тогда мне не надо было бы с самого начала требовать, чтобы это было бы топологическим пространством. Можно считать, что просто на некотором множестве есть заданный атлас, в том смысле, что это карта, карта есть некоторое подножество, это будущая координатная область, только теперь область, окрестность надо понимать в переносном смысле, называемые их координатными областями, и все, может, это не область. И она взаимоднозначно отображается в некоторое открытое подношество и в видовом пространстве. И там, где пересекаются, у большой, из-за большой, возникает функция перехода, потому что взаимоднозначно его отображение. И вот требуется, чтобы этот переход был бы в два отображения. Это было бы такое определение главного многообразия, которое уже не требует предварительного знания, что такое топологическое пространство. И тогда я бы мог бы сказать, что такое открытое подможество и превратил бы этот мой объект в топологическое пространство, сказавший примерно следующее, что вот, во-первых, сами эти мои координатные области, и все их называются, объявляются открытыми, и все эти подмножности в этих координатных областях, такие, что это подмножность, что здесь переходят в открытое, при этом стандартных координат, подмножность, то есть это пространство переходит, это открытое. И вот объединения таких, так сказать, простых открытых тоже называются открытыми. После этого легко было бы проверить, что выполнены определение топологического пространства, и можно только радоваться. Плохо здесь вот что. Я не все вам рассказал про топологические пространства. На самом деле топологические пространства бывают хорошие и плохие, а вернее, они бывают в разной, так сказать, степени пакса. Так вот, когда говорят о гладком многообразии, то подразумевают, чего я не сказал, что топологические пространства принадлежат числу, так сказать, наилучших возможностей. Что в данном случае означает наилучшие возможности? В данном случае это означает два факта. Во-первых, что если у вас есть две точки, то у них есть окрестности, то есть содержащие их открытые множества, которые не пересекаются. Вот удивительным образом из описания с помощью карт этого не следует. В пределах одной карты действительно понятно, что если две точки лежат в пределах одной квадратной окрестности, она вкладывается в виду пространства, гомеоморфно, и там открытые подножки не пересекающиеся. Есть образы, значит это нулевки. А вот удивительное дело, на стыке двух карт может возникнуть такая поганая ситуация, когда у двух точек не будет пересекающихся окрестностей. Вот. Прошу поверить, эти примеры приводятся. И это значит, такие топологические пространства, у которых и были две точки, имеют не пересекающиеся окрестности. Окрестность это просто открытая ножка. Такие топологические пространства называются Хауздорфа. В честь Хауздорфа, Феликс Хауздорф, немецкая математика еврейского происхождения, работавший в первой половине нашего года, нашего века, простите, прошлого века, конечно, теперь уже, написавший знаменитую такую книгу по теории множеств, где была так, что теория топологических пространств, ну и ряда выдающихся работ, и покончившийся самоубийством в 42-м году, когда началось окончательное решение еврейского вопроса. Теперь в Бонне есть улица Хауздорфа. Вот Хауздорф был одним из первых, кто сформулировал общее понятие топологического пространства, и в частности обратил внимание вот на это свойство, что это не следует заразить, его надо накладывать как отдельные условия. Это первое, что тут требуется, а второе свойство, это свойство, которое называется свойством иметь счетную вазу, это вот что такое, что должна быть такая счетная система открытых по множеству, что все остальные открытые по множеству суть объединения этих самых открытых множеств. Ну, грубо говоря, это означает, что открытых множеств не должно быть слишком много, но вот, скажем, в следовом пространстве, если я возьму шарики с центром в точках, имеющих рациональные координаты, и шарики, которые имеют рациональные радиусы, то их, конечно, будет счетное число, потому что точек, которые... потому что точек с рациональной... ну, потому что значит, тут все задается несколькими рациональными числами, координаты центра шарика и его радиус конечных наборов рациональных чисел как счетное множество, а любое другое открытое множество можно получить как объединение таких, потому что рядом с данной точкой всегда найдется точка с рациональными координатами, она найдется близкой, и какой-то больший шарик с рациональным радиусом будет то ли точку исключать, значит, наша точка будет лежать в одной из точки этой нашей, как говорят, базы открытых множеств. База открытых множеств это такая система открытых множеств, что любое открытое множество получается как объединение точек базы. Ну, вот, значит, требуется, чтобы у пространства была бы счетная база. В склядовом пространстве, как я только что вкратце объяснил, счетная база всегда есть. Вот, видите, как только отрываешься от их склядовых пространств, приходится тратить очень много времени на разговоры о каких-то таких общих понятиях, которые в склядовом случае и для подможеств склядового пространства у нас автоматов, так сказать, есть, о них и думать не надо. Естественно, что это надо делать тогда, когда это надо. Когда действительно, ну, например, надоело вам вкладывать ваши объекты в склядовое пространство и уж вы решили, что нет, уж я потрачу несколько времени на обсуждение таких основных понятий, зато потом приобретут свободу действий. Либо, когда вы действительно имеете дело с объектами, которые в склядовое пространство не вкладываются, бесконечно мерные какие-либо там пространства, причем настолько хитрые, что там и метрики не очистят ситуацию. Ну, тогда это неизбежно. Так вот, определение топологического, определение многообразия, абстрактное, которое я давал, оно, в общем-то, сохраняет смысл независимо от того, полагаю ли я исходную тупологию, исходное топологическое пространство по уздорку или нет, и полагаю ли я, что оно, там имеется счетная база открытых множеств или нет, но практически с самого начала на топологию накладываются условия, что она холдоркова, и что там имеется счетная база, то есть счетная система открытых множеств, из которых все другие открытые множества получат. И вот эти вот два исходных требования, их как-то никак иначе не выразить. То есть, конечно, я мог бы сделать так, как я начал было говорить, вот множество, и множество, и никакой топологии нет, а есть вот атласы, с помощью этого атласа я могу ввести понятие открытого множества. Но тогда хотелось бы, чтобы мои вот эти два дополнительных условия, полагаю, и счетные базы формулировались бы снова в терминах этого атласа. А такой в разумительной формулировке нет. Никакой другой, вот если бы просто я вот так углянул бы на такт и проверил, и сразу сказал Ахама, Хоуздорфова, и все хорошо. Так вот, нет такого явления, к сожалению. Но насчет счетности еще есть. Если система как счетная, конечно, тогда там будет счетная база. А вот Хоуздорфовость никак иначе не выразишь, не выразишь в общем случае, кроме как словами, что открытые множества, которые при этом у меня получится, должны обрадовывать такую систему, чтобы топологическое пространство было получено. И таким образом освобождение от общего понятия топологического пространства, оно оказывается не очень состоятельным. поэтому, как мне кажется, если уж хочешь иметь дело с абстрактным понятием, не по множеству передов пространства, тогда уж надо начинать с общего понятия топологического пространства, это еще раз повторяю, тебе можно пояснить непривности, пределы, и дополнительно требовать вот этого условия, что есть адрес, гластосогласованными ну а у нас для Риммановой поверхности требуется, повторяю еще раз, это так, как говорят, согласованным консором, то есть, если он и два распространства комплектное число, и вы один так, и два с другого комплектное число, то переход, координатные преобразования будут главным. Ну хорошо, это все, я выполнил свой долг, сформулировал необходимые общие определения, и теперь прошу поверить, что если у вас задан кусочек аналитической функции, голоморфная функция в какой-то области, собственно, даже если у вас всего лишь сходящий степенной ряд это задано, то что Вейштрасс называл элементом аналитической функции, то тогда всегда имеется некая Римманова поверхность такая, что наша функция продолжается до голоморфной функции на всей этой Риммановой поверхности. И эта римманова поверхность, какое она отношение имеет к первоначальному кусочку. А такой имеется, что в каждой точке римановой поверхности в соответствии сопоставлена некоторая точка плоско-комплекционного переменного. И это сопоставление в известном смысле хорошее, так что здесь некая римановая поверхность, так что она так вот. А вот это моя плоско-комплекционного переменного. И вот у меня был сперва-степенной яд. Заданные в некотором пузочке с центром с точки ЗД. Так вот, есть такая римановая поверхность в этом абстрактном смысле. Но эта римановая поверхность голоморфно отображается от плоско-комплекционного переменного. Вот значит, можно считать, что она как-то на ней расположена. Голоморфно отображается, это значит, что в терминах соответствующие локальные координаты, еще говорят локальные параметры, это отображение, тогда будет отображение комплекционного числа здесь, здесь будет комплектское число здесь, является голоморфно. И вот при этом та окрестность, где мой степенной ряд сходится, она где-то в этой римановой поверхности, ее можно туда-обратно отобразить, какую-то часть этой римановой поверхности, так что она там, можно считать, что она там расположена, и что моя функция уже здесь задана, уже на кусочек. И вот эта функция является частью некой однозначной функции, заданной на всей римановой поверхности. Ну и потом еще имеются некоторые заклинания, которые состоят в том, что удальше-то идти нельзя. Больше римановой поверхности, куда бы эта функция продолжалась, не существует. Вот эта теорема, которая, согласно точке зрения восходящей Бимону, должна нам объяснять, что такое многозначная функция. А доказывается она, ну, по-разному можно доказывать, но, в общем-то, по-моему, проще всего перевести. Но это я сформулировал так, чтобы вы бы знали, что вот есть соответствующие общие понятия. Я рассмотрю один или два или три информационных конкретных примера, в которых можно обходиться более наглядными представлениями, но эти более наглядные представления, всегда, конечно, остаются способными к частному случаю. Надо понимать, что это, собственно, не более чем частные случаи имеются в общих понятиях. Ну, а первый пример. Вот у меня есть такая функция. Дуголь-вы равно корень квадратный лист. Какая у нее римановая поверхность? Значит, есть общая наука, что всегда есть римановая поверхность, и она там есть одноизначная функция. Ну, вот что это за поверхность? Ну, например, говорят примерно так. Вот давайте возьмем плоскость комплексного переменного и сделаем там разрез, ну, скажем, только положительно ясно, или отрицательно, это не важно, но только на той же самую. Вот когда я из плоскости комплексного переменного выкину эту ось, этот луч, идущий из нулянкой сконечности, то там у меня уже будет определена однозначно функция, одна из ветвей, как говорят, функции корень из z. То есть я могу сказать, что вот корень из, скажем, минус единицы этой i, а не минус i, и тогда дальше все аналитическое продолжение однозначно не построит аналитическую функцию в этой области. К тому, что вествление возникает тогда, когда я делаю обороты, вот сначала это ординат, а я делаю разогреть, и обороты следовательно забреть. Но есть такой есть. Будем вас, назовем вас на минуту листом демоновой поверхности, и будет другой лист, точно такой же, это тоже будет, вот, соответственно, утоременно выжить, который будет этот самый лучший. И если то, что тут задано, это будет одна функция, назовем ее, W1 от z, я уж на росте не пишу, и то есть, потому что кое-что. то та функция, которая задана здесь, это есть минус гуглевая облинация. Другое значение. И теперь что же происходит, когда, наконец, я начинаю, после этого пересекать этот мой разрез. Вот когда я к нему подхожу с этой стороны, вот так вот, то дальше я должен пересточить сюда. пересекший разрез на первом листе, я должен считать, что я оказался не на первом листе, а на втором листе. А если я на втором листе пересек разрез, то наоборот, дальше я иду по первому листу. Вот так вот они склеиваются. нарисовать. Нарисовать это в трехмерном пространстве довольно-таки трудно, но вот если разрез трехмерном пространстве примерно так, что вы видите, что так пересекается с вторым листом, он будет подразумен, что он не видит, он кончается. Вот так вот листу они пересекаются, а потом это все кончается и эстеросуется. Более-менее что-нибудь видно из этого рисунка или нет. Но если представить эти книжки, то найдете рисунки, выполненные намного более художественными. Единственное, что могу сказать, но все равно получается само пересечение в трехмерном пространстве. Но это не беда. Представьте себе, что на одном из листов, а лист это значит вот так вот. Мы добавили еще четвертую координату, четвертое измерение выставим. Возле этого разреза у нас, так сказать, четвертая координата появилась, она вдали от разреза равна нулю, а возле разреза положится. Там с расставителя выращается, да? Тогда уже не будет пересечения, потому что один лист вот этот вот остался в нашем трехмерном пространстве, а другой лист вот этот вот лист в окрестности пересечения ушел четвертое измерение и пересечения больше нет. Так что, пожалуйста, в четвертым пространстве эта наша поверхность реализуется как самая настоящая поверхность. Вот это и есть риммонова поверхность функции корень листа. На то же самое можно посмотреть еще и несколько им. у нас есть такая кривая W в пространстве переменных в данный момент C2 и там переменные Z и W. W минус Z квадрат равно W. В пространстве C2 это двумерное конкретное пространство его точки Z, W V, а с вещественной точки зрения это некое четырехмерное пространство и там вот есть такая поверхность. То есть я написал неверное и никто меня не направил. Это будет квадрат. она где-то в четырехмерном пространстве расположена и поэтому ее представить себе как-то трудно. Но между прочим тогда-то уж совершенно понятно что же это такое за поверхность. На ней можно рассматривать в качестве параметра число W. Не Z как было у меня вначале а W. И уж этот-то параметр в данном случае он хороший на всей этой моей поверхности алгебраической поверхности. Правда? Вот мы построили почти что римановую поверхность. Почти что потому что в данном случае для алгебраической функции мы еще смотрим что делается в бесконечности. И поэтому я должен немножко уточнить насчет своих первых разговоров когда я склеивал два листа и насчет второй части разговора когда я это все реализую как поверхность двумерного комплекса. Для две комплекса. Но когда я это дело реализую в виде двух листов то дело обстоит так. бесконечно удаленная точка у меня является концом этого разговора. С помощью можно представлять ее себе уже не бесконечной а конечной. Можно сделать конкретно линейное преобразование перевести точку бесконечность в бесконечную область а ноль оставить на месте и тогда уже получится какая-то функция правда дробная от новой переменной ни зета зета у ней будут две точки ветвления скажем 0 и единица я бесконечность перевел в единицу и а в них и вот я их соединю разрезом раньше разрез шел из нуля в бесконечность а в новых переменах из нуля в единицу запретил его пересекаться а вне этого разреза могу двигаться так хочу значит мораль такая что вот есть у меня эти два листа это что такое это как бы два экземпляра первое комплексного перемена но делом разрез немножко и разрез запрещается пересекаться это что такое значит это может все представить так что этот разрез мы как бы заменили толст это я говорю наглядно сейчас мы его можем толстить но на самом деле это комплексном переменном действительно когда будет изучать будут у вас какие-то упражнения отобразить значит плоскость с разрезом на плоскость с разрезом это простые упражнения теории и так есть у нас два таких экземпляра сферы с вырезами и потом мы их склеиваем по этим вырезам получается вот этот наш эфера что это за поверхность у нас получилась топологически точно известно сфера получилась снова сфера значит вы видите что римманова поверхность корня квадратного и z это сфера но эта сфера так как бы как-то двулистно расположена над нашей исходной риммановой сферой двулистно это значит над каждой точкой кроме точки 0 и бесконечности имеется два прообраза и там даже окрестности обе небольшая окрестность любой другой точек поднимается небольшие две окрестности соответствующих точек наверху а в точках 0 и бесконечности имеют место если я рассмотрю функцию з-минус з-минус б уже из второго степени сани равным б то картинка та же самая только этот разрез перейдет не из нуля в бесконечность а из алкера а вот эта картинка что я склеиваю две сферы с разрезами получаю новую сферу они имеют а что если взять на гашке послажен тогда надо сделать два разреза из афбес и цель бесконечность и тоже там склеить эти два листа почему если я сделал эти два разреза уже мне не надо будет сделать разрез скажем из б с от чего возникает многозначность вот я иду по какому-то пути и пишу что z-a это есть какой-то радиус вектор на e и z-b есть снова какое-то r1 на e в степени и psi z-c это есть опять-таки какой-то радиус вектор на e в степени и psi аргумент отыграют роль и вот я сделал обход скажем вокруг а когда я делаю обход вокруг точки а фи увеличивается на 2pi а холин квадратный и получается там e в степени 2pi а когда я холин извлекаю получается e в степени pi то есть минус 1 а если я сделал обход вокруг двух точек а и b то тогда и phi и psi изменятся на 2pi в течение этого обхода значит они будут увеличиваться и дойдут до pi плюс 2pi и psi плюс 2pi а в сумме это будет уже 4pi добавиться половинка от этого будет уже 2pi и корень прекрасно извлекается не меняя знак значит обход в данном случае вокруг двух точек сразу не опасно опасно только обход вот тут нечетно получается такая у меня есть два и они сразы только разрезы перед и потом что получится а тор помешно получится если бы был бы многотлен четвертой степени под корнем то что было бы с тремя а да не надо бесконечно садить от третьего до четвертого и значит будет все то же самое а когда получится как тут нам говорят с двумя ручками это называют приемлем еще да вот пятой и шестой степени для ручки а если шестой седьмой а первой тем кажется уже не имеется такого потолона названия и так далее хорошо я еще хочу поговорить на ту тему что это самая ременовая поверхность алгебранической функции алгебраническая функция это то что определяется из уравнения значит это z w равно ну а это и многочтен z w равно ну а ременовая поверхность и связи с алгебранической тревогой которая у нас получается в пространстве переменных z w но только тут я немножко добавить вернулся к этому метку мы же все таки рассматриваем и бесконечно удаленную точку мы стараемся разумным образом из-за наши функции все так далеко так сказать как только это возможно и вот алгебраический функция это прекрасно и про бесконечно удаленную точку можно говорить что там двор разре склеивается weitere зрения из это Produkt там равны бесконечности и помни ш говорился о filos бесконечно удаленной точке надо можно вести новые локальный параметр, локальные координаты, как мы теперь говорим на ученом языке, единица на z, z равно единица на z, и у w тоже, чтобы было равно единице на омега, и там уравнение принимает вид омега. Омега квадрат равно z, самое хорошее уравнение, и бесконечность это становится начало координаты, там у нас есть вид. Ну, а в общем случае, когда вы рассматриваете алгебрологическую кривую, то скривую, задаваемое уравнение, я подцеплю его равно вну, вы переходите от плоскости к проективной плоскости, и от двумерного комплексного пространства c2, я об этом говорю, как это делается, cp2. При этом у вас добавляется третий перелетный, и у вас появляются однородные координаты, мы скажем z1, z2, z3, z это и есть z1, z2, z2, w здесь z2, z3, z2, z3, и наше уравнение можно переписать как уравнение в координатах z1, z2, z3, вот то уравнение, которое там получится, а как оно будет вывести? да, конечно, я подставляю сюда, это будет z2 квадрат делить на z3 квадрат, минус z1 делить на z3, 1z3 в знаменателе можно сократить, а на второе надо умножить. z2 квадрат или z1 z3 равно 0. В терминах новых переменных многочлен, который равен 0, это термин многочлен от трех переменных, он однородный. Это значит, что если я умножаю всех ординат на какое-то лямбда, то и многочлен умножится на какую-то степень этой лямбда, в данном случае на лямбда квадрат. Так оно, конечно, и должно быть, потому что в однородных координатах z1, z2, z3, лямбда, z1, z2, лямбда, z2, z3, это одна и та же точка. Вот значит, это уравнение нашей поверхности в однородных координатах. И бесконечно удаленные точки это там, где z3 равно 0. А значит, близкие к ним точки это там, где z1, z2 остаются в какой-то конечной области, а z3 там остается. Ясно, значит, там в этих терминах все обстоит так же, как возле начала координата. Действительно, просто там можно принять за знаменатель не, скажем, не z3, а z1. Взять однородные координаты z3 делить на z1 и z2 делить на z1. И получше такое же. Взять однородные координаты z1. Вот я хочу поговорить вовремя случае об алгебраической кривой. И я позволю себе, значит, некоторую небрежность. По-настоящему я должен был бы, если я хочу рассматривать все это алгебраическое кривое, рассматривать ее в комплексном проективном пространстве и работать с однородными координатами, то я позволю себе остаться в этом пространстве. Кстати, его называют афином. Это понятно, почему его называют афином? Слышали такой термин? Остаться, значит, в обычном числовом пространстве c2zw и иметь дело с этим уравнением. А бесконечно удаленные точки, конечно, в принципе, надо рассмотреть особо, но я буду сейчас рассматривать только окрестность одной особой точки. И поэтому не так уж важно это конечное или бесконечное. То есть, в случае бесконечного тоже можно записать в уравнении в виде fzw равно нулю, только там будет другое z, другое w и другая пункт многочлен. Я бы надо все это пересчитать. Вот я сказал, что это многочлен, но сейчас, через минуту, я наложу мне все дополнительные условия на этот многочлен. Где особые точки у него могут быть, то есть, точки там, где решение витвит. Но для этого надо ответить на другой вопрос. А где точно я могу сказать, что решение не витвит? Вот есть z0, w0. f от z0, w0 равно 0. Кто знает такое условие, которое точно мне будет гарантировать, что в возле точки z, когда z примерно равно z0, у меня будет определенная какая-то функция дозревая от z, которая является решением этого уравнения. хорошая функция, но для начала, хотя бы только непривная, а на самом деле аналистическая, и которая в точке z0 равна нашему w0. надо классовый анализ провести присутствующих. Кто здесь школьники, включая, называя школьниками, также и тех, кто школу кончил, но в университете еще не учился. Вы поступили на первый курс. Но вы физмат школу кончили? Так. Тогда действительно вы, возможно, что-то такое и знаете. теорема явной функции. Да, это теорема неявной функции, правда, в комплексной области. Теорема неявной функции в своей простейшей форме, когда у вас есть одна функция от двух переменных, f от z, w равно 0, и в том виде, как ее вначале дает, она вещественная. Давайте на минутку этот вариант возьмем. Вот есть у меня функция, значит, f от двух вещественных переменных, z и w. Как я написал, в точке z0, w0, она равна 0. Значит, это вещественные области, там правила игры другие, там говорят все это определено в окрестностях и непрерывно дифференцируемо в окрестностях точке z0, w0, у нас там многочин ничего об этом говорить. А там надо. И вот есть такое условие, которое гарантирует, что при близких z, тоже будет решение этого уравнения w от z, такое решение, которое при z0 равно и скорбному w0. И оно будет единственное. Где-то там далеко, может быть, будут другие решения, с другими способами w. Но тут выразительная ответственность в точке w0, z0. Других решений не будет. Это условие состоит в том, чтобы частная производная она предотвращает в точке z0, 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 была бы отлично отмечена. Вот это теорема в теории функции действительно переменного. В данном случае простая, у нее есть многомерный аналог. В многомерном аналоге у вас есть система n уравнений, агументы делятся на 2. z и w. z должно быть тоже n, а z, может, и другое число. Постановка задачи та же самая, а условие состоит в том, нулю в том, что вот из этих частных производных df и t, и многое по dw с g, и отстряпается некоторый определитель, который называется якобианом, и этот якобиан должен быть отличен от нуля. Как раз, когда я был студентом, очень на приоритете российской науки, боролись и указывали, вероятно, это верно, что то же самое условие еще до и в годы сформулировала строга. И мы изобрели такое название новое якобианом строга. Итак, если якобиан астрога стал отличным с нуля, то верен аналок нашей теоремы. Но нам нужен не аналок, а комплексный. Вот есть такая комплексная теорема, прошу мне поверить, что если частная производная по dw, в точке z0, w0 отлично от нуля, то тогда в окрестности этой точки z0 есть однозначно определенное решение w от z, которое в z равном z0 есть исполненная w0, и которая в некоторых раз является голоморфной функцией от z. Теперь спрашивается, а часто не так бывает, чтобы вот эта частная производная была бы равна 0, при этом при этом функция ведь те точки, в которых мы не ручаемся за однозначно решение, это такие точки, где я равно 0, нас интересуют другие точки, естественно, и там это частная производная по dw, выработка. Но то, что у меня написано, это как бы система двух уравнений с двумя неизвестными. Но правда уравнения не линейные. Но так разумно все-таки ожидать, что обычно у системы двух уравнений с двумя неизвестными решения будут изолированы. А не линейные может много решить, но естественно ожидать, что их будет не слишком целых семей решений ниний скажет, ни двух. Но вот в алгебре этот вопрос изучается, изучается он даже в более общих видах. И сейчас я немножко об этом скажу, вас, для тех, кто еще не учился, скажу, что вам предстоит познакомиться с вами. Вперва более простой вопрос. есть два многочлен это многочлен м. у этого многочлена есть корни альфа и итеря, это их н штук, они могут быть кратные, тогда одно и то же альфа повторяется несколько раз. А у этого есть корни бета штук. Вот спрашивается, как узнать, не равно ли одно из этих альфа итер какому-нибудь бета штук. Ну, значит, начинается с такого рецепта, который напоминает указание, как поймать птицу. Надо насыпать птицу соли на хлеб, и тогда она сама вам даст а именно предлагается рассмотреть такое произведение. Произведение обозначается знаком птицу, как выбирают нас на птицу. Тут двойное даже будет произведение. Из всех альф вычитаются все бета. Ну, еще это мы умножим на альфа в любую степень м и на в любую степень м И вот конечно необходимое достаточно условие для того, чтобы уравнение был бы общий корень состоит в том, чтобы это произведение равнялось нудой. Замечательное условие, правда? Но то же самое можно переписать и в таком виде. ну, посмотрим все те со множители здесь, где бы читается бета йо. Это будет альфа 1 минус да, простите. Я сперва рассмотрю чуть-чуть друг более. Это тоже будет, но это так. А пока напишу так, что есть судно по йо. Значит, рассмотрим все те со множители, где стоит альфа йо. Альфа йо-бета 1, альфа йо-бета 2, альфа йо-бета 3 и так далее. Что такое произведение х-бета 1 на х-бета 2, на х-бета 3 и так далее. Ну хорошо, что школьники этого не знают, это я понимаю, но на первом курсе это должны выказать. А? Правильно. Ну правда смножители. Вот если многочлен у меня начинается множителя х в катой степени и так далее, и я сюда подставляю вместо то это равно произведение х-корни х1 х-к х1 ну в школе если вы не физмат просвещенные школьники, то это только для второй степени у вас было. Но это верно для n-кой степени, это формула Вьетна называется. Поэтому эта штука может произведение E от альфа-и. Ну а если альфа и бета переставить местами, то получится произведение F от B от G от E. Да, теперь вы понимаете почему я тут вставил такие множницы. Вот когда я буду перемножать G будет n штук. Но если вы множителей не было, это было бы, надо было бы вместо G взять многочлен, который тут имеет единичный коэффициент. А если я ставлю B0 спереди, то будет так, как я написал, а взять его надо именно n раз, потому что n таких множителей будет. Ну вот, если я переставлю альфа и бета местами, все умножится на минус 1 в степени nm, число со множителей, каждый из них знак, и то, что получится, будет уже произведение этих самых многочленов. Ну, в общем, тоже мы достигли не очень многого, потому что оказывается, не надо мне знать альфа и бета, но вот мне достаточно знать, например, все беты и подставить их подряд в альфа. Ну и так каждому дураку ясно, что если я под какого-то бета равно люблю, то это и будет общий пойм. Достигли мы не очень много, но кое-чего мы достигли. Посмотрите, сперва у нас были, но давайте рассматривать эти альфа и беты как независимые переменные. Всего их будет n плюс m штук, но мы будем рассматривать их по отдельности. n переменных альфа, m переменных b. Тогда коэффициентом многочлена f это будут некоторые многочлены от этих самых переменных альфа. Правда? x минус альфа 1, x минус альфа 2 я перемножил, получил при каждой степени и в степени какой-то многочлен от этих переменных альфа, но еще там а 0 поставится, давайте на него не обращать внимания. И вот получилась вот какая любопытная вещь. Сперва у меня был многочлен от альфа, об этой неспомнил. А потом оказывается, что этот многочлен выросился как многочлен от этих переменных коэффициентов а. Это уже все-таки некоторое такое маленький фокус. Правда? Потому что сами-то эти коэффициенты, они в свою очередь какие-то сложные комбинации от этих хамп, откуда это следует? Вот какая-то комбинация многочленов какой-то многочлена там выражается или многочлена от каких-то комбинаций. но это получается из-за того в конечном счете, что вот это выражение, которое здесь написано, оно является симметрично по этим альфам. Если я альфу переставлю, все равно конечно произведение не изменится. Есть такая теорема в алгебре, что если у вас есть многочлен от переменных альфа, и этот многочлен симметричный, то есть вы альфа представляете, а результат не меняется, то он же выражается как многочлен от коэффициентов вот этого самого полинома от специальных многочленов так называемых элементарных симметричных многочленов. Ну и то же самое по тогда уж нетрудно догадаться, что вероятно все вместе, что у нас есть, где есть и альфа и бета, должно выражаться в виде многочлена от коэффициентов а и в. Ну при каждом бета получится многочлен от коэффициентов а, правда коэффициенты в этом многочлене зависят от бета, но они сами являются симметрическими цепями, значит эти коэффициенты тоже должны быть симметрическими уже по бета, значит они должны так выражаться от бета. Значит вот мы доказали, если верить в теорему про симметрические функции, такую теорему, что есть такой многочлен от трех по моль а м б м что вот это наше произведение, которое я написал, равно нулю тогда и только тогда, когда одно из афа равно одному из бета. А вот это уже довольно эффективно, если, конечно, этот многочлен написать, потому что это многочлены одних а и б, а никаких альфа и бета знать не надо. Вот этот многочлен называется результатом полиномов многочленов f и g. Я бы, значит, обычно не так, как я написал, а через r от fg. Но, как я написал, я подчеркиваю, что это некоторый многочлен от a и b. Я сейчас вам скажу без доказательства, какой этот многочлен. А на самом деле это даже не важно его конкретно видеть, а сейчас не видно. Так. так называемые определить ну это такая квадратная табличка которая в скобочке ограничена вертикальными черточками большущими и это есть некоторый многочлен от того что внутри там написано это определитель порядка n плюс m и там внутри должно стоять n плюс m в квадрате чисел по определенным правилам он вычисляется так вот в первых строчках этого определителя первых m строчках стоят числа а0 и так далее они стоят вот так сперва написано а0, а1, а n и потом 0 потом написано 0, а0, а1, а2 это а n и потом нулики нуликов уже меньше потому что один нулик ушел вперед потом будет два нулика спереди и соответственно еще меньше нулик сзади и так далее значит в итоге то что у определителя отлично от него стоит вот здесь выдвигается выдвигается это не нулевая набор чисел а0, а1 до тех пор пока так все и упрется в вертикальную линию а в последних строчках n строчках то же самое проделывается с числами n вот оказывается что этот многочлен который со ссылки на общую теорему я сказал что он существует он вот наглядно так вот пишется в виде такого главный депутата но мне важно только то что есть какое-то многочленное такое ну или не такое вот это значит у нас есть теперь вернемся сюда это уравнение теперь уже двумя неизвестными z и w что можно сказать насчет их общих корней общих решений ну при каждом z есть свои w так что может при одних z есть общее решение а при других z их и нет ну как это сделать напишем оба наши многочлена теперь с коэффициентами как многочлены по w но с коэффициентами зависящими от z это какие-то многочлены а 0 и так далее а n это теперь какие-то многочлены от z при каждом z фиксируем это будут просто числа при таких числах когда два уравнения относительно w имеют общее решение тогда когда результат равен нулю результат это какой-то многочлен от этих а от z и b от z значит в конечном счете это многочлен от z значит общее решение есть тогда когда некоторые многочлены от z от z а другой многочлены от z это который который стряпает по если например ваша f на f в квадрате равно нулю что у нас здесь выйдет частная производная будет частная производная от f квадрата то есть это f помножить на f w получится уравнение f квадрат равно нулю и f на f w равно нулю но если f равно нулю то оба уравнения выполняются ничего не подел но мы предположим что это не так то есть что вот этот результат f и f w а он называется дискриминантом исходного уравнения значит и дискриминант нашего уравнения не является тождественным равным нулю многочлен от z ну а это можно там вывести еще перефразировать в других словах что там если дискриминант равен нулю то там получается общий множитель в уравнении f и f w и так далее я не хочу на это ясно что у типичного уравнения дискриминант будет нетривиальным многочленом и значит таких z при которых есть кратный кратный кроник w будет только конечное число это будут какие-то изолированные точки плоскости комплексного переменного плюс может быть точка бесконечности тут там надо все пересчитать термин в переменах единицы на зацепить на w и посмотреть какой там а поэтому я должен посмотреть что делается в ответственности фиксированные особые точки я уже знаю что при близких у меня будет много решений столько сколько надо по w если он n степени по w значит получается такая картинка вот у меня моя точка z в ней дискриминант равен но вот близкая точка у меня имеются н решение н решение локально определены функции w от z они различные они просто даже в этой точке z различные то есть что будет если эта точка z будет меня делать в плоскости комплексного переменного движения вокруг точки z0 все время я буду получать на риминуме на поверхности f от z w равно 0 да и еще минуточку и отсюда следует что вся эта моя поверхность я подозреваю по 0 не знаю как она над точкой z0 ну и над другими особыми точками на других местах она имеет всюду n листов аналитический теперь что мне зайдет когда я обойду на ту точку z0 вот если я начал с этого говоря словами Лея Штрасов элемента аналитической функции то здесь у меня прекрасно работает все время продолжение все время я иду по решению уравнений и снова прихожу после обхода к решению уравнений но ниоткуда не следует что я прихожу к тому же решению как показывает пример функции корень из z значит получается вот что вот я тут делал оборот а среди корней произошла какая-то переставка скажем этот перешел в этот 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 а какой-нибудь это остался на месте давайте выделим теперь понятно что если у меня есть перестановка конечного числа элемента вот этот переходит и этот а рано или поздно это называется циклическая а общая перестановка она не обязательно циклическая но она распадает на месте давайте возьмем только перешение которые лежат с пределом одного цикла то есть которые переходят друг к другу при обходе если я буду уменьшать размеры обхода то конечно все деформируется так сказать непрерывно и по-прежнему я буду иметь ту же группу технически переходящих друг к другу элементов алгебраических и вот эта функция ведет себя так что после каждого входа она переходит в себя а до того нет а какая есть самая простая функция которая после к обходов переходит в себя ну конечно это корень корень из из корень кт из это многозначное пустое вот она пустое стандартный так сказать образец точки с а тогда давайте установим локально некое соответствие между риммоновой поверхностью этой стандартной функции и частью риммоновой поверхности и частью нашей алгебраической поверхности f от z w равно 0 просто примем корень татой степени в нашем элементе который мы задали за локальный парадок и будем дальше никакого противоречия не будет потому что ветвица наша алгебраическая поверхность ветвица и корня замыкаются одновременно а пока я нахожусь на точке z 0 то там этот корень татой степени это даже хорошая функция там у нее производная по z отлично от 0 ее можно принять за новый парадок что получилось получилось то вот в этой группе так сказать локальных поверхности f от z w равно 0 я могу ввести локальный параметр корень татой степени z минус z 0 многозначный на поверхности он уже однозначный это мы его так обозначаем некий новый комплексный параметр скажем z это и этот параметр является голоморфным всюду кроме конечно особой точки о которой я ничего не говорил сегодня я ничего не говорил сегодня но кое что говорил в прошлый раз здесь есть кто-нибудь кто был в прошлый раз а и что же я говорил если ограниченная функция есть функция голоморфная в окрестности нуля ну там был особой точки точка теперь уже не точка на нашей плоскости а это точка 0 в параметре z да вот то что у нас есть наша w это есть функция от z от этого параметра голоморфная всюду в окрестности нуля и ограниченное правда ведь значение близки к нашему w0 что я говорил про голоморфную функцию которая голоморфно проколотая в окрестности нуля и ограничена там устранимая особенность это называется не константа что она голоморфная в нуле вот одно из волшебных так сказать волшебств комплексного переменного вы можете в вещественной области построить функцию которые как угодно хорошо себя ведут возле нуля а в нуле все равно поган а в комплексной области нет не бывает так и так это особенность устранимая а это значит что вот на этой группе листьев комплексного переменного я могу ввести такой локальный параметр z это что моё будет просто голоморф значит в этом месте моя риммановая поверхность устроена точно так же как риммановая поверхность в форме хатой степени вообще говоря циклов может быть несколько значит в этой точке получается может быть один корень хатой степени группа листьев а другая будет группа листьев в этой степени и так далее и все эти локально хорошие поверхности пересекаются точку вот это точно соответствует хатой степени но это уж совсем не беда я могу выйти там лишнее измерение это самопересечение значит получается чем отличается поверхность алгебраическая поверхность от риммановой поверхности если есть условия на дискриминант то отличается только тем что есть отдельные точки самопересечения но это не страшно они устраняются как две плотные четырехмена пространства пересекаются ничего выходит измерение и пересечение если не считать этого то риммановой поверхности это просто лебраическое поверхность F от Z W равно 0 ну вот караул устал как говорят пора кончать мне бы хотелось вас заверить что существуют также такие риммановые поверхности которые не являются риммановыми поверхностями лебраических функций и устроены совсем иначе но на это у нас нет времени ну доберетесь до этого на третьем курсе сами хотя я не знаю есть ли они в программе но в учебниках как обычно есть все аплодисменты так